Привет! Меня зовут Юра. Я покажу, как мы делаем капучино в квартирном проекте Homework. Это наша кофемашина. Первое, что мы делаем, проверяем, а есть ли тут зерна. Зерна нет. Берем пакет зернами, засыпаем, как вы знаете, четверт. Так, вот это достаточно, в принципе, засыпали. Дальше проверяем воду. Вода находится вот здесь, контейнер для воды. Сейчас воды достаточно, если что, надо сюда просто залить, скажем, кипяченой или отфильтрованной воды. Итак, вода есть, зерна есть. Дальше мы включаем электропитание. Включаем электропитание. Следующая задача размолоть... Да, когда электропитание включилось, значит здесь горит зелененький сигнал. Вот видно, что он горит. Следующий шаг – размолоть зерна. Значит, тут есть кнопка, когда рожок ее давит, кофе сыпется. Если слишком быстро убрать рожок, кофе просыпется сюда, поэтому отжимать нужно медленно. Мы отжимаем несколько раз и делаем его более ровным, потому что он сыпется горкой. По высоте нужно размолоть где-то на три четверти заполненности рожка. После чего рожок надо винтить. Винчивается он в таком положении, довинчивается до такого положения. Так, винчиваем параллельно, довинчиваем до перпендикуляра. Дальше мы ждем, пока вода скипятится до положения, ну, кипятка, чтобы можно было делать капучино. Это, когда она будет готова, нужно посмотреть на второй зеленый индикатор. Сейчас он уже зеленый, то есть, значит, уже кипяток готов. Тогда мы ставим чашку. Чашку лучше разогреть под горячей водой. У нас есть любимые чашки из итальянского фарфора, фирмы AFC, приведенные Сан-Франциском. Мы берем чашку, разогреваем ее под горячей водой. Ставим ее под рожок, нажимаем делать кофе. Иногда, чтобы кофейная машина взяла немножко еще воды и подсосала, нужно немножко взять воды для капучинатора. Но это большая часть не обязательно. Так, начинает литься кофе. Нужно примерно на 30-40% чашки налить непосредственно кофе. Ну, в принципе, достаточно. Мы отжимаем среднюю кнопку и ждем, пока оно прокапывается. За это время можно нажать третью кнопку, которая начнет готовить пар. Мы видим, что индикатор готовности сразу погас, потому что вода была достаточно горячей для кофе, но не достаточно горячей для капучинатора. Теперь мы идем за молоком. Молоко лучше держать в холодильнике, чтобы оно было холодным. до удаления нашего холодильника. Тут у нас есть молоко, в данном случае Валя. Далее процентов. Полотное. Значит, мы его наливаем. В идее тут должен быть профессиональный сосуд, который называется питчер. Но сейчас мы используем просто стаканик. Теперь мы спокойно ждем, пока будет готов пар. Пока не готов. Только можно взять чашку и вытрахнуть рожок. Рожок мы вывинчиваем. Берем тряпку, чтобы он не капал на пол. Несем в мойку. И спокойно водой вымываем размолотые котельные зерна. Спокойно. Трахим. Вот у нас чистый рожок. Мы его оставляем на место. Так, вот теперь мы видим, что индикатор загорелся. Берем наше молоко и начинаем готовить пен. Из капучинатора сначала пойдет вода, а не пар. Поэтому мы его просто снимаем. А теперь уже идет пар. Ставим капучинатор в удобное положение. Подносим молоко. И медленно открываем вот этот вот круглый. И вот он начинает с паром образовывать пену из молока. Обычно мы держим до тех пор, пока стакан не станет горячим. И пока пена не дойдет до края. Иногда, когда образуются особо крупные пузыри, мы стучим об поверхность и вращаем немножко по кругу. Это позволяет разбить наиболее крупные пузыри и держать пену мелкой и максимально такой гладкой и вкусной. В противном случае пузыри будут лопаться прямо в кофе и оно будет проседать микрофилом. Вот молоко уже нагревается. На этом я закончу работать пеной. Еще раз подпишу. Можно выливать. Капучино готов. Но это еще не конец. Нужно вытереть молоко с капучинатора. Еще раз дать ему прозащаться, чтобы внутри молоко тоже прошло. Нужно отжать парообразование, отжать электричество. Вымыть за собой стакан для молока. Можно допить молоко из-за этого. Вернуть стакана. Все выключено, все готово. Почин готов. Пожалуйста.